Здравствуйте! Прямо в эфире телеканала Юрвин. Программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях психолог Ольга Блохина. Ольга, добрый день! Добрый день, Екатерина! Здравствуйте! Специфика нашего времени требует постоянного сиюминутного принятия решений на интуитивном уровне практически от каждого человека. Будь то школьник, пенсионер, исполнитель или руководитель любого уровня. Сегодня мы говорим о том, в каких жизненных сферах может пригодиться интуиция и как ее развить или обнаружить у себя. Телефон прямого эфира 516767. Звоните, задавайте вопросы и не забывайте о нашей народной студии. Там свой дежурный пост уже заняла моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день! Добрый день, Екатерина! Здравствуйте, Ольга! Я приветствую всех телезрителей, кто сейчас смотрит нашу программу. Если вы хотите побольше узнать об интуиции, пишите нам в народную студию. Номер осетки вы увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя. Ольга, ну вот в каких сферах нам может пригодиться интуиция? Ну вот какие-то сферы мы все предполагаем. Ну вот насколько широко ее использование? А давайте предположим, где она нам, например, не нужна. Ну вот где она может быть не нужна? Пожалуй, нигде. То есть абсолютно любые сферы? Конечно, отталкиваясь от обратного утверждения, что интуиция нам не может быть не нужна нигде, соответственно, она нужна везде. Любая сфера отношений межличностных, сфера профессиональной деятельности, сфера обучения, любая, соответственно, везде можно применить этот ценный ресурс. Ну вот как говорят, изначально все люди талантливые, изначально все люди интуитивны, да? У нас у всех есть. Почему вот к возрасту, к нашему возрасту, к школьникам даже, уже интуиция у большинства из нас пропадает? Вот почему так случается? Или она не пропадает, мы ее просто не слышим? Здесь нельзя сказать, что у большинства пропадает, да? Здесь строго индивидуальный подход. Подход у кого-то пропала, у кого-то не пропала, у кого-то она ушла чуть ниже, да? Для того, чтобы ее активно использовать. Но здесь нужно обращать внимание на тот канал, к которым человек привык получать информацию. Здесь же, сюда же информация о право- и левополушарном типе восприятия. Как для себя это определить? Вам как психологу понятно и ясно, вроде как это все так очевидно. Всего. Да, а вот обычного человека, ну вот я сижу, я телеведущая, да, может профессия это как-то накладывает. Что? Какой вот у меня может быть? То есть не подозреваете пока о себе, правая или левополушарная? Ну да, если так. Ведущая рука. То есть если правая рука, то левополушарная. Вот, то есть информация откуда-то, из какого-то информационного поля, из какой-то ноосферы у вас имеется. То есть если левая рука, то правая полушария, если правая рука, то левая полушария. Это, кстати, вот о едином информационном пространстве, откуда-то эта информация у вас есть. Соответственно, правополушарные люди, да, более образно мыслят, левополушарные более логично. Но... То есть мне можно и не ждать особой интуиции, да? В чем... Если я левополушарная. В чем особенность и специфика вот этого вот непознанного ресурса? В том, что логика — это реально одно полушарие, а интуиция — это всегда оба полушария. То есть невозможно получать интуитивную информацию, не задействуя сразу двух. Причем одновременно, причем по максимуму очень активно и очень динамично. Дорогие телезрители, напомню, телефон прямого эфира 516767. Ну, наверняка, каждый из вас в какой-то степени чувствует свою интуицию. У кого-то это покалывание в боку, у кого-то это, не знаю, щекочение в носу. Подзвоните, расскажите нам о своих способах чтения этой интуиции, как, что вам подсказывают из космоса. А пока мы примем вопрос из нашей народной студии, Женя, более активные наши телезрители в письменном виде. Женя? Пишет там Елена из Сыктывкара. Когда муж устраивался на работу, почему-то у меня появилась мысль, и я ему об этом сказала. Работать здесь долго не будешь. Все так и произошло. Потом ему предложили другую работу. Может, это смешно, но он с опаской спросил, а тут я буду работать? Я сказала, да, действительно, долго работал и был на хорошем счету. Иногда у меня такое проявляется. Это что, интуиция? Если да, то как ее развить? Ольга, вот что вы можете посоветить нашей телезрительнице? Спасибо, Женя. То есть вот на наших первых минутах уже прозвучал тот самый главный вопрос. Как ее развить? Да, действительно, если нет логического объяснения, откуда взялась эта информация, да, это интуиция. Что это? Это способность, это процесс. Все возможно. Ну вот эти самые сигналы из космоса, если вот так утрированно говорить, да, у кого, видимо, откуда эти сигналы идут, ну вот они, наверное, посылаются человеку непрерывно, ну, постоянно, он везде, главное уметь это все читать. Вот я думаю, самый главный вопрос, как научиться читать посылы вот эти. Если принять за факт, что откуда-то посылается, здесь уже сложнее. То есть нужно как-то себя настраивать, да, что-то там открывать, закрывать. Проще принять за факт то, что это ниоткуда не посылается, то, что это все есть в нас. Наша психика, интуиция, что это? Это мудрость психики. Она, если кора головного мозга активна, да, то есть самое наше эволюционно последнее образование мозга, кора головного мозга, начинает активно работать, мы получаем информацию не из космоса, не из, да, из других людей, каналов, только от себя. В этом примере, да, который прозвучал про мужа, первое было предзнаменование, что здесь долго работать не будешь. Обычно, как это экспериментально зафиксировано, в большинстве случаев интуиция работает на отрицательные моменты. Есть доказанный тоже факт, что перед взлетами самолетов, которые потом оканчиваются фатально, количество сданных билетов в разы больше, чем обычно. То есть люди действительно чувствуют именно такие моменты. Что-то объяснить не могут себе, и находятся другие какие-то объяснения своему поступку, наверное. Да. Также, кроме всего прочего, что это может быть интуиция, это могут быть ошибки восприятия. Вот этот наш пример. Ошибка восприятия. Какие-то иллюзии. Вот здесь, в большей степени, мне кажется, играла такая ошибка, сыграла такая ошибка, как я знал. Человек, имея способность к абстрактному мышлению, к прогнозированию ситуации, то есть анализируется прошлый опыт, и выдается прогноз на будущее. Здесь, видимо, какие-то тоже факты из окружающей свидетеля повлияли на вывод супруги о том, что муж, скорее всего, здесь не задержится. И это не какое-то метафизическое экзистенциональное знание, это просто прогноз. Просто логическое, обоснованное предположение. Мужа, зная окружающую среду, скажем так, женщина смогла предположить, что... Конечно. А могла такая ситуация сложиться, что женщина сказала, у мужчины застряло это в голове, и он в этой струе и течет. То есть он изначально настроен на то, что... Ну, не буду я здесь работать, и он, например, менее вежливо разговаривает с коллегами. Ну, как пример, что мне первое в голову приходит. Тоже же может быть обратное, да? Говорим о второй ошибке восприятия вместо интуиции, которые часто перепутываются с этим понятием. Это самопрограммирование, на которое влияет настроение в тот текущий момент, когда это знание к нему пришло, что супруга сказала, не будешь здесь работать, какое это настроение, и как это действительно повлияло на его отношение, которое в дальнейшем его судьбу и определи. А как вот эту истинную интуицию для себя выяснить? Ну, вот как? Можно протестировать, может быть? Может быть, ну, что-то записывать, я не знаю. Вот как для себя выяснить? Тест-драйв. Да? Это практически обычный эксперимент, практически в научных рамках можно проводить. Несколько вопросов, да? Сначала тоже от обратного, через частицу «не». Каждый раз, получая какую-то информацию, которая вам непонятно, откуда вам досталась, спрашивать себя, не есть ли это анализ моего прошлого опыта? То есть, простое прогнозирование. Не знал ли я это на самом деле уже до того, как получил? Второе. А если невозможно ответить вот так вот прям откровенно себе на этот вопрос? Переходим к следующему. Понятно. Не повлияло ли на то, что сейчас произошло, мое настроение? То есть, если я был в приподнятом настроении, я оценю вот человека, с которым я общаюсь, как положительного, хорошего, и моя интуиция сказала, да, я знала, что он хороший. Повлияло ли на мое настроение, на восприятие? Вот эти два основных вопроса. Если они оба имеют тот ответ, который приводит вас к тому факту, что это интуиция, уже дальше идем по другой схеме. Как можно развить? Перед этим давайте примем звонок, может быть, телезритель задаст на вопрос, а может быть, расскажет о тех способах чтения интуиции, которые у него есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Это меня? Да, вас слушаем внимательно. Вот случается что-то в жизни, а потом смотришь, вроде это переживало, уже где-то это было с тобой, а теперь я стала замечать, вот вижу что-то, как бы вот приходит картинка, через некоторое время даже слова, ну как бы вот эмоции, там, помещение, все повторяется. То, что картинку видишь, а потом это приходит в жизни. Вы хотите узнать, не интуиция ли это, да? Да, что это интересно так, как бы предупреждает ситуацию. А это в негативных ситуациях каких-то или вообще вот в разных нейтральных? Ну, как бы и в негативных, и в положительных. Вот как бы показывают картинку из будущего, а потом смотришь, в этой же жизни ситуации, ну, все появляется, так же и есть. Спасибо вам большое за звонок. Ну, вот то, что называется дежавю, так ведь впечатление, что этот человек уже когда-то видел. Так? Это вот интуиция? Здесь наш зритель сообщил нам, что она даже не что-то из прошлого, а что-то из будущего предвосхищает. То есть тоже, используя какой-то нематериальный способ получения информации, имеет возможность прогнозирования. Очень хорошо. То есть это интуиция все-таки, да? Зачем задумываться, откуда это берется, если это есть и это помогает? Другой вопрос, если это напрягает. То есть отвлекает как-то от принятия решений каких-то? Отвлекает, может быть, может быть, действительно, самопрограммирует. Я увидела что-то в будущем, да, запрограммировал себя на это событие, да, и следую прямым путем к нему. Да, Пушкин со своей дуэлью, все что угодно. То есть интуиция, она может проявиться, ну, как угодно, в любых, там, чувственных, зрительных образах. Ну, вот по себе расскажу. Перед эфиром, если я начинаю очень сильно нервничать, вот прям вот, ну, очень даже дискомфортно нервничать, значит, эфир будет просто, ну, замечательным, чудесным, душевным. Вот прям пройдет на ура, будет, ну, очень добрые впечатления останутся о нем. Вот это интуиция? Или это я сама себе что-то напридумывала? Есть прекрасный у вас дешифратор собственных ощущений, да? То есть вы к этому миру сензитивны, чувствительны. Вы способны рефлексивно оценивать свои ощущения. Это здорово для вас лично? Даже не знаю. Просто я заметила для себя, потому что все равно в любом случае есть у меня какие-то хорошие или плохие ощущения. Мне нужно отлично провести эфир, чтобы телезрителям нашим было понятно все, чтобы было интересно нас смотреть. То есть как бы я не даю себе волю поддаться этим ощущениям. Реально факт, что интуиция – это образы. Образы и ощущения. Редко, когда слова, редко, когда вербалика. Это всегда на уровне ощущений. Но здесь, да, что может быть отличие от интуиции вашего ощущения? Что, скорее всего, это идет мобилизация организма. То есть такой обычный ситуативный стресс, который вас полностью оперативно собирает, и именно из-за этого ваш эфир проходит на ура. Вы просто мобилизовались. Понятно. Есть еще один вопрос из народной студии. Женя, слушаем внимательно. Светлана напишет. Мне от работы до дома несколько дорог. Недавно заметила, что мне иногда не хочется идти обычным путем, а тянет на окольный. Раза четыре я все-таки выбирала более близкий путь. И каждый раз жалела об этом. Потому что получалось как-то неприятно. То в лужу попаду, человека неприятно во встречу, или еще что-нибудь не так. Сейчас хожу туда, куда тянет, и все нормально. Интуиция проснулась? Задала вопрос Светлана. Проснулась. Именно так. Один из способов наша тоже телезрительница озвучила, как можно развивать свою интуицию. Каждый ходит на работу, и перед нами стоит выбор, как пойти. У нас есть обычные пути, самые удобные, самые быстрые, самые дешевые, может быть. Но, как нам озвучили, куда-то тянет. Пусть даже это будет обходной путь, какая-то более длинная дорога, но случается так, что там действительно удобнее. Выходя из дома, прислушаться. Может быть, выйти на 10 минут раньше. Прислушаться, куда тянет пойти. И проверить свою догадку. То есть здесь всегда очень просто проверять. Если работает, пользуется. Если не работает, там интуитивный канал познания, еще что-то. Искать другие возможности для своего эффективного существования. Вот и все. То есть как получается, если у меня есть какой-то посыл душевный, не знаю, позыв пойти каким-то другим путем, мне нужно запомнить, что это именно сейчас у меня такое возникло, и посмотреть на результат. Помогло мне это или не помогло, так? То есть галочку себе ставить. То есть надо результат как-то проверять. Вот слово «нужно», да, оно сразу обнуляет практически все результаты. Не нужно. Здесь через «хочу». Тянет, хочу, делаю, проверяю. Действительно проверять очень важно. Запомнить тот факт, что вы сейчас послушали, да, вот этот вот внутренний позыв свой, сделать его, совершить этот позыв, да, в реальности, и проверить, к чему это привело. То есть если эти результаты понравились, то можно и прислушаться дальше все-таки. Есть у нас телефонный звонок еще. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, такой вопрос задать. Вот интуиция у взрослых людей понятна есть. А у детей? Бывает ли интуиция у детей? Спасибо. Спасибо большое. Замечательный вопрос, вот на самом деле. Бывает ли? Конечно, бывает. Дети, это же люди. Homo sapiens. Нам дана эта способность эволюционно. Естественно, у них есть. И она, естественно, у них более развита, чем у взрослых. Большинство детей, они правополушарные. То есть мыслят образами, мыслят абстрактно. Ну, ты как это можно заметить на любом ребенке. Когда с ним общаешься, это творчество. А интуиция, это творческий процесс. Любой ребенок, да, существует через творчество. Всегда уставим младенцев. Да, известная поговорка. Это все черпается оттуда. То есть у детей есть, даже стоит наверняка прислушиваться к тому, что там, мама, давай сегодня не будем делать то-то-то. Давай сегодня не будем есть кашу. Я чувствую, что надо съесть сосиску. Отличать это от лужев важно. Все-таки, как ее развить? Ну, всем бы хотелось, я уверена. Правда, я так подозреваю, что если бы можно было настолько успешно ее развивать, то у нас бы разорились азартные заведения. Разорились бы. Все верно. То есть не так уж и легко ее развить получается. У нас была бы планета сверхлюдей. К чему мы стремимся, как бы, может быть, в этом веке, может быть, в следующем. Как развить? Ну, тоже, конечно же, есть несколько алгоритмов. Есть куча тренингов, есть тренеры индивидуальные в групповой форме. Есть бытовые способы, да? Какие-то народные, и я сейчас несколько озвучу. Во-первых, формировать цель очень просто, очень кратко. Все, что вы хотите, да, получить, ответ на какой-то вопрос, очень кратко сформировать конечный пункт, чему вы хотите прийти. Например? Я хочу доехать сегодня до работы за 10 минут, и это представить образно. Хотя это нереально, да, это может быть полчаса, 40 минут. Образно представить себе, что я буду в этот момент чувствовать, когда буду это исполниться уже. Представить себе факт, цель. Дальше. После того, как уже представлена цель, задавать вопрос. Опять же, не словесно. Ни в коем случае словесно. Левое полушарие включается, когда включаются слова. Нам нужно правое. Включили правое полушарие, задали вопрос. Поехали дальше. И здесь нужно расслабиться. Состояние называется спокойного напряжения. Вы расслаблены, вы ничего не хотите активно заполучить, поиметь. Вы расслабленно наблюдаете за собой, за окружающим. Но имеет цель. Для этого, наверное, какие-то навыки нужны, да, чтобы впадать в такое состояние. Мы в такое состояние впадаем в день более 100 раз. Когда едем в автобусе, да, это что-то типа трансового состояния, когда мы идем просто по улице. Да, не буду углубляться в физиологию, да, что на самом деле наш мозг иногда нас обманывает на такой степени, что фиксирует нам статичную картинку вместо динамичной. Когда мы идем по улице, чтобы не загружать наше сознание, он нам вот две улицы идет, мы их только и видим. На самом деле картинка меняется, а мы этого не замечаем. Вот в такое трансовое состояние погрузиться, да, активного наблюдения за собой и за окружающим, но в релаксе в полном. После того, как вы уже погрузились, цель сформировали, вопрос задали, успокоились, заняться чем-то непривычным. Вот в жизни не стригли овец, не разбирали автомат Калашникова, да, не мыли плиту, вот идите, займите руки именно этим. Пока вы свое физическое тело направляете на непривычное, мозг включает работу обоих полушарий. Связи между полушарные начинают так активно и динамично взаимодействовать, что выдают вам в совершенно внезапное время, в совершенно внезапном месте и в внезапных действиях тот ответ, который вы ждете. То есть вы сейчас пойдете искать автомат Калашникова, я так понимаю, да? Если у меня возникнет сейчас какой-то вопрос, неразрешение. На работу пойти, за 10 минут доехать? Да, может быть, вместо того, чтобы пойти на работу, да, я займусь чем-то непривычным. Телефонный звонок примем, потом еще несколько способов расскажем. Здравствуйте, мы вас слушаем. А вот на кухне занималась, все четыре комфорта включены, и не оторваться, и вдруг тревожная мысль проверить, что с ребенком в соседней комнате. Я как бы не хотела, не хотела, но пошла. И был черный дым, ребенок крепко спал, горел телевизор. Это что? Ого! Вот такие замечательные, спасшие жизнь ребенку ситуации. Ну, ситуация не замечательная, к сожалению, но способность замечательная. Спасли жизнь. Да, но здесь важно тоже отметить, поступали ли в чувственные каналы восприятия, то есть это обоняние, это зрение, это, может быть, даже слух, тактильно, информация о том, что что-то происходит в другой комнате. То есть, может быть, это было какие-то минимальные воздействия, то есть запах неощутимый дыма какой-то, да, что заставило нашего зрителя туда пойти и спасти дорогого себе человека. Не факт, что это была именно вот такая вот из глубин подсознания информация. Скорее всего, это что-то было на поверхности. Что-то, что реально человек заметил, но при этом для себя не отметил, не осознал. И, конечно, ну, это тоже факт, что мы настроены на канал близкого человека. Да, это как близнецы, мать, ребенок, всегда близкие друзья, информационный купол между ними существует. Там реально можно передавать информацию ментально. То есть, ребенок спал и передавал информацию, получается, что мне нужна помощь. Ну, что-то вроде этого, только с включением физиологических механизмов. И еще вопрос из народной студии. Женя, кто-то еще поделился интуицией? Я каждую ночь вижу сны, потом анализирую. Действительно, сны — вещи, предсказания сбываются. Это происходит постоянно. Это к интуиции как-то относится? Вы можете объяснить? К интуиции относятся бессомненно. Сны, бессознательное подсознание — все явления одного уровня. Возьмем нашу науку Менделеев, Никола Тесла, Вернанский. Они все держали около себя блокноты, записные книжки, в которые потом выливались те научные открытия, которые мы читаем, видим, наблюдаем и доказываем по сегодняшний день. То есть, естественно, сны — это один из каналов получения информации. И даже, наверное, самый удобный. Только сны бывают очень откровенными и понятными, которые легко очень считывать. А бывают те, которые мы интерпретируем в свою сторону. При этом интерпретируют каждый по-своему, получается. То есть в этой ситуации что, получается, включается? Ну, здесь сонники, да, какие-то тоже стандартные универсальные дешифраторы снов никогда не работают. Ну, оставим Фрейда, да, пока в покое, там как бы архетипичные образы. Да, здесь самый качественный и самый удобный — это личный дешифратор. Да, в этом здесь ничего плохого нет, это самое удобное. Придумать собственную систему знаков, которая расшифровывает ваши сны и ваше подсознание. То есть ее нужно придумать именно или ее нужно научно... Нужно интуитивно получить. Вот если говорить об интуиции, как, ну, наверняка, экономии времени. Вот на самом деле, да, легкий способ принять верное решение, ну, по крайней мере, когда какой-то опыт уже складывается, при том, что выбор широкий, и при этом не надо, наверное, прочитать массу литературы, да, чтобы вот... Экономия времени колоссальная. Опять же, с чего мы и начали во всех сферах. Во-первых, образование. Например, есть методика китайская, да, как эту интуицию прокачать настолько, чтобы она реально экономила время. Это раскачка сознания до такого состояния, чтобы оно предчувствовало реальность. Почему у нас в школе такой предмет не преподает? Скорее всего, потому что самый эффективный для Китая способ — это в тёмном зале учитель-ученик, учитель с луком, не со съедобным, а с оружием, ученик поворачивается к нему спиной в совершенно тёмном зале, он должен предугадать момент, когда учитель стреляет, поворачиваться и словить стрелу. Для Китая это обычная практика. Видимо, именно поэтому в нашей реальности это пока недоступно. В нашей западной цивилизации это недоступно. Вот каким образом всё-таки научить себя? Вот мы один способ сказали уже. Ещё. Интуиция прокачивается в тот момент, когда у вас есть опыт в какой-то сфере. Вы нуждаетесь в экономии времени в профессиональной деятельности, скажем так, да? Вам нужно как можно больше расширять свои познания в этой деятельности, чтобы информация, накладываясь друг от друга во всеразличных вариантах, то есть это всегда наложение каких-то логических размышлений вне вашего контроля, который однажды приведёт вас к тому, к той экономии времени, быстрое решение. Таким образом, если опыт шикарен в какой-то сфере, много вариантов в ассортименте, вы и экономите время. То есть полениться всё равно не получится. Всё равно базовую какую-то себе нужно оставлять знания. Леность мышления, леность психики здесь нужно оставлять к динамичному. А для этого что нужно? Развивать память, развивать активность, гибкость, динамичность мышления, развивать воображение. Всё это делать, не ленясь. Интуиция, она от этого зависит. Желательно, чтобы наши родители это развивали, точнее, не давали закрыться это нашим детям. Ещё один телефонный звонок. Приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Девочки, очень часто такое бывает. Стою на остановке и вдруг подумала о человеке, которого давным-давно не видела. Оборачиваюсь, а он стоит. Это интуиция? Спасибо большое за вопрос. Вот это интуиция. Видите, сколько способов мы уже сегодня услышали. Но не все способы именно интуитивные. Здесь, как у любого явления, две интерпретации. Да, это интуиция. Нет, это не интуиция. В пользу того, что интуиция, это говорит о том, какое позитивное, окрашенное ощущение получил человек от того, что он предчувствовал и увидел. Пусть это будет интуиция. В пользу того, что это не она, говорит то, что мы склонны замечать то, что действительно совпадает. Вижу то, что я хочу. На самом деле, в течение этого же дня, а может быть и предыдущей недели, наша зрительница могла не раз подумать об этом человеке. И не раз, и не два, и даже не десять. Но она зафиксировала в памяти именно тот момент, когда она подумала и встретила. А все те случаи, когда она подумала и не встретила, у нее вытеснились. Поэтому она и принимает это событие за интуицию. То есть это вот одно из бытовых ошибок. Ошибок восприятия. Все тех же. Ну, тоже нередко говорят о женской интуиции. Вот неужели все-таки у нас преимущество по сравнению с мужчинами? И у нас интуиция в большей степени развита. Почему так предполагается, что женщины тоже в большинстве случаев правополушарные, мыслят образами, мыслят абстрактно. Да, но ученые взялись за это дело очень серьезно, проводили кучу экспериментов, в которых было доказано. Типичный эксперимент. Одинаковому количеству мужчин и женщин предъявлялись фотографии, на которых были люди зафиксированные с фальшивыми и натуральными, искренними эмоциями. И предлагалось людям вычленить, где реальная эмоция, где ненастоящая. Для этого до эксперимента у них спрашивали, как вы оцениваете свой уровень интуиции. Естественно, все женщины завышали этот уровень, говорили, что по максимуму. В итоге получалось, что мужчины гораздо чаще угадывали, где эмоция искренняя, где ненастоящая, где фальшивая. Поэтому это даже не ошибка восприятия, это легенда, это миф. То есть женской интуиции на самом деле верить не стоит или как? Стоит верить человеческой интуиции, независимо от гендера. Ну и все-таки, как научиться давать волю своей интуиции так, чтобы ее где-то вот так вот использовать? Вот прям вот два метода мы сказали. Ну вот вы занимаетесь, в большей степени этой проблемой, этой вопросом изучали. Получается, вы можете пойти в казино, выиграть там. Или вот что, помогает вам ваше знание? Изучение, погружение в тему, оно может помогать, так как сразу мозг настраивается на то, чтобы работать через этот канал. Это верно. Но не всегда, опять же, как у любого явления, плюсы и минусы. Как развить, кроме того, что мы там два метода уже описали, и плюс то, что нужно не лениться и развивать все свои мозговые процессы, ну особо больше не существует. Погружение в сферу интересов, чтобы расширять диапазон вариантов. Активное наблюдение за собственным сознанием и за окружающей действительностью. И прокачивать свои мыслительные процессы. Вот три основных метода, которые вам помогут. Ну не только вам. Еще один телефонный звонок, я думаю, успеем принять. Здравствуйте, мы вас слушаем. И, пожалуйста, по ТНТ идет битва экстрасенсов. Они чем пользуются? Интуицией? Спасибо большое. Вот как вы, наверное, можете предположить. Вот есть такое шоу, да? Как вы думаете? Вопрос веры каждого человека индивидуально. Да, естественно, я с позиции психолога скажу одно. Человек с религиозным уклоном скажет третье, там второе, третье. Человек с более бытовым взглядом поверит и скажет еще одно мнение. Мое мнение тоже, да, как специалиста по психике человека. Это интуиция, доведенная до каких-то установок восприятия людьми, что это магия. Да, это интуиция плюс нечто еще, может быть, да, то, что мы пока не знаем, с таким антуражем, который создало наше телевидение. Ну вот если я хочу развить интуицию, вот, ну в профессиональной сфере, там очевидно, что я должна почитать. Есть, ну, перечень литературы, видеоматериалов, на которых я могу учиться, чтобы, да, стать более профессиональной, чтобы довести себя до интуитивного уровня. А если бы бытовой, вот что читать? Изучать качество кастрюли, если ты домохозяйка. Ну вот к чему можно приступить? Как расширять сферу-то интересов? Изучать себя, вот это в первую очередь. Свои реакции. У нас, когда наш мир, да, просто изобил и в изобилии все средства получения информации, интернет, общение, коммуникация между людьми, все что угодно, любые СМИ, мы тоже ленимся получать информацию от самих себя и от природы, от окружающей действительности, хоть откуда. Не лениться. Прислушиваться к себе, вот эти каналы, да, вторичные, их отодвигая на чуть-чуть вторичный план. То есть надо, получается, замедлить темп жизни в какой-то степени, да, чтобы не пробежать. Те восточные цивилизации, которые наиболее приближены к интуитивному познанию, буддийский Китай, Индия, африканские племена, мексиканские племена, у них темп жизни, можете, да, представить какой. Да, они созерцатели. Они не задумываются о том, что такое интуиция. Они живут в этом канале постоянно. Есть китайские деревни, где люди описывают судьбу вещей, просто проходя мимо. Проходя мимо стула, говорят, этот стул сгорит, и это обычное явление. То есть они не предсказали и потом не подожгли этот стул. Они просто это поняли. Каким-то образом. Самый главный вывод, дорогие телезрители, что свою интуицию, если вам это требуется, очень даже успешно можно развить. Прислушивайтесь к себе. На тему интуиции наш вопрос сегодня отвечала психолог Ольга Блохина. Спасибо большое. Всего доброго. Увидимся завтра в полдень. У нас в гостях представители детского творческого коллектива «Щебетуни». Дошкалята воздевают сразу тремя искусствами – певческим, хореографическим и чтецким. Как это им удается, узнаем завтра. Электронная почта нашей программы «Случайсобака.ртк.ру». Предлагайте темы для эфира. Если хотите что-то подсказать или уточнить, звоните по телефону редакции 725-400. А сейчас настало время новостей.